Всем привет! Это уже третий... Ээээ... Третий выпуск... Всё, Гоухар, настройся на видео! Надеюсь, вам очень сильно понравится это видео. Я безумно старалась. И я не думаю, что он подойдёт на каждый день. Ну или подойдёт в свободная страна. Этот макияж можно носить в разных случаях. То есть, если одеть такую шляпу, например, как я, то получится немного такой загадочный образ. Если собрать волосы, то получится элегантный образ. Но быть элегантной это не для меня. Что ж, удачного просмотра! Начинаем! Я уже нанесла питательный крем. Так как за окном у нас зима, кожа нуждается в ещё большем увлажнении и питании, чем обычно. Приступаю к внесению тонального крема! В этом мне помогает мой незаменимый спонжик. Beauty Blender. Это просто чудо! Он идеально наносит и растушевывает тон на лице. Зимой, я считаю, эта вещь просто необходима, потому что пальчиками лицо лучше не трогать, так как могут появиться шелушинки, и макияж уже будет очень тяжело наносить. Брови могут очень изменить лицо. Аккуратные брови всегда придают лицу хороший вид. Я их оформляю остроточным коричневым карандашом, чтобы брови были более чёткими. Далее я всё хорошо растушевываю щёточкой, чтобы придать естественность бровям. Продолжаем! Контурируем нос, делаем его более аккуратным, матовыми коричневыми тенями и растушевываем всё пальчиками, только предельно аккуратно. Итак, глаза! Первым делом я набираю коричневые тени на кисть и наношу их на внешнюю складку века. Далее я беру светло-бежевые тени и наношу их на внутреннюю складку века, при этом растушевывая коричневый цвет. Далее я набираю на кисть совсем чуть-чуть сливовых теней и наношу их на складку века, чтобы придать лёгкий оттенок. Также не забываем про нижние ресницы. Теперь время подчеркнуть глаза. Я использую чёрный карандаш и подвожу линию ресниц, верхнюю и нижнюю. Я всё это хорошенько растушевываю. Теперь я наношу снова те же самые сливовые тени на ту же самую складку века, только в немножко большем количестве. Теперь время высветлить уголки глаза. Это сделает глаза более открытыми, сверкающими и вообще это красиво выглядит. Время подводки. Это для тех, кто хочет. Я лично очень люблю подводку, это глаза очень сильно выделяет. И теперь время губ. Я использую красный карандаш и закрашиваю им все губы и делаю при этом их немножечко больше. Далее я использую немножечко блеска и промакиваю свои губы в салфет, либо в бумажки, если вам лените за салфеткой. Далее закрашиваю свои губы помадой, чтобы цвет был более стойким и никуда потом не убежал. Со мной это очень часто случается. И теперь я хочу вам показать такой лайфхак, как можно делать губы визуально немножечко больше. Соберем черный карандаш и обводим им контур губ, только очень слабо, чтобы как бы не было видно. И усиленно красим именно кончики губ, так мы сделаем губы объемнее. И все это надо растушевать, потому что, чтобы как бы не было палева. Я очень люблю красивые скулы и считаю, что это делает лицо очень привлекательным. Беру коричневый консервных, нахожу скулы и крашу под ними, то есть под скуловой косточкой. И далее это растушевываю. Боже, я так говорю много слов растушевываю, вы не замечали? Теперь, чтобы выглядеть еще более взрослее, куда уж там взрослее? Но, тем не менее, накладные ресницы. И клей я их по половинкам, чтобы, ну, как бы никто не спалил то, что у тебя накладные ресницы. Пусть все думают, что у тебя свои такие ресницы. А теперь, чтобы пить был более законченным, я беру темные тени и наношу их на складку века. Ну и что, дамы и господа? Мы закончили наш безумно красивый макияж. Ну, как вам? И это третье видео! Какое видео? Третье видео! Какое, какое, третье? Какое, третье?